МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадий Рузов. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Заречном ширится общественное движение по благоустройству придворовых территорий, что потребуется для победы в 10-м юбилейном конкурсе «Мой дом, мой двор». Очень много критериев, по которым будут определяться победители. Ну, конечно, самое главное – это то, как будет выглядеть их территория, как будет выглядеть их дом. Ансамблю русской песни «Млада» 20 лет. Коллектив встречает свой юбилей в новом звании. «Заслуженный». Это звание для нас, скажем, стало приютным сюрпризом в преддверии нашего юбилейного концерта, в преддверии нашего 20-летия. И спорт, и танец. В Заречном состоялось открытое первенство по фигурному катанию на коньках. На каждом соревновании мы ставим задачу подтверждения своих разрядов, чтобы на дальнейших соревнованиях стартовать на разряд выше. А теперь подробнее об этих и других событиях городской жизни. 1 декабря в Заречном стартует городской конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор-2019». Это будет юбилейное 10-е состязание горожан по благоустройству придомовых территорий. За время проведения конкурса число его участников выросло с 17 городских дворов до 118. Какие изменения внесли организаторы в проект в этом году, узнала Ксения Тризна. 300 тысяч рублей – таков призовой фонд городского конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор-2019». Об учреждении финансового поощрения для лучших благоустроителей активным зарядчицам сообщили на встрече в Центральной городской библиотеке. Выигранные деньги победители смогут потратить на благоустройство дома или прилегающей территории. Многие постоянные участники конкурса уже начали готовиться к новому сезону. Мы закупили цветы, лилии посадили, тюльпаны. Еще будем по весне тоже покупать. На одном участке посадили, еще на трех участках будем закупать. Десятый юбилейный конкурс «Мой дом, мой двор» станет масштабным марафоном. Чтобы претендовать на победу, горожанам нужно будет принять участие во всех трех этапах состязания. Зимой конкурсанты украсят свои дворы к Новому году. Весной будут проводить субботники. Летом удивят жюри яркими цветниками и пышными клумбами. Очень много критериев, по которым будут определяться победители. Ну, конечно, самое главное – это то, как будет выглядеть их территория, как будет выглядеть их дом, как активно они будут участвовать, сколько они будут привлекать своих соседей. Вовлеченность горожан – один из самых важных критериев оценки в конкурсе «Мой дом, мой двор» 2019. На каждом из этапов состязания нужно будет организовывать мероприятия для жителей дома. Приветствуются любые формы работы. Такие большие встречи и праздники помогут укрепить традиции добрососедства. Этот эффект уже успели заметить конкурсанты со стажем. Между собой люди стали дружить, хоть друг друга узнали. А то ведь проходит мне – здравствуйте, и все. А сейчас вот останавливаются, как говорят, делятся опытом своим, вот особенно по озеленению. Опытом по озеленению и ландшафтному дизайну с зареченцами поделятся не только соседи. Для конкурсантов организуют специальные обучающие семинары с привлечением специалистов. Кроме этого, муниципалитет поможет в предоставлении грунта и посадочного материала. Так общими усилиями зареченцы сделают свой город еще красивее. Эти конкурсы очень нужны. Когда вот летом ходишь по своим делам, везде дворы ухоженные. Вот люди стараются. Награда за первое место составит 150 тысяч рублей. За второе и третье – 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Первый этап конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» стартует 1 декабря. Заявки на участие принимаются до 31 января в кабинете номер 309 городской администрации. Чтобы узнать всю необходимую информацию, нужно позвонить по телефону 65 24 26. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Народному ансамблю русской песни «Млада» исполнилось 20 лет. Это самобытный коллектив, в репертуаре которого есть песни Пензенской области, русские народные песни в современной обработке, казачьи песни и авторские произведения. К своему юбилею ансамбль получил подарок – высокое звание. О признании «Млады» на всероссийском уровне – репортаж Натальи Елистратовой. Зареченскому ансамблю русской песни «Млады» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Соответствующий приказ подписал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Это звание для нас, скажем, стало приятным сюрпризом в преддверии нашего юбилейного концерта, в преддверии нашего 20-летия. Ну, сказать, что это радостное событие, наверное, скромно, потому что, когда мы узнали об этом приказе министра культуры Российской Федерации, я думаю, что мы просто кричали от счастья, мы кричали от радости. То есть, вот именно такой победы у нас еще не было. «Млада» – первый коллектив в истории Заречного, который удостоен такого высокого статуса. В Пензенской области всего два ансамбля – «Вензеля», а теперь и «Млада» носят звание «Заслуженный». Это звание присваивается именно по портфолио коллектива. То есть, коллектив должен существовать уже не менее 10 лет. Он должен уже иметь определенные регалии, заслуги, почетные звания, благодарности. То есть, в нашем портфолио давно это все уже имеется. То есть, мы давным-давно уже стали лауреатами международных, всероссийских, областных, городских, межрегиональных конкурсов и фестивалей. В настоящее время в составе «Млады» 15 человек. Все они очень активные и жизнерадостные люди, талантливые исполнители. Ансамбль был создан в Заречном 20 лет назад его бессменным руководителем Екатериной Копенкиной. Очень отрадно, что из года в год коллектив пополняется молодой кровью. То есть, это приходят молодые люди, то есть, мы уже стареем. А приходят люди, кому 20 с небольшим, около 30. То есть, это очень отрадно. И очень отрадно, что в прошлом году наш коллектив пополнился еще мужчинами. У нас теперь еще два молодых человека. Молодых человека, очень интересных, веселых, озорных, поющих. И они тоже создают определенный колорит нашему коллективу. Ансамбль русской песни «Млада» уже много лет занимается во Дворце культуры «Современник». Свой 20-й день рождения коллектив отпразднует большим концертом на родной сцене. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном продолжается реализация проекта развития физической культуры и спорта через проведение фестиваля детских команд черлидинга «Зар-Чер-Данс». Эта инициатива получила финансовую поддержку в виде гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках реализации проекта состоялись семинары и мастер-классы для руководителей детских команд. А самым ярким событием стал двухдневный фестиваль «Зар-Чер-Данс». В нем приняли участие более 20 команд из детских садов и школ города. Подробности в репортаже Светланы Теплухиной. Более трех сотен участников, яркие костюмы, зажигательные музыкальные композиции. Фестиваль детских команд черлидинга «Зар-Чер-Данс» стал настоящим праздником спорта, танца и красоты. Черлидинг, как спортивная дисциплина, развивается не так давно, но с каждым годом завоевывает все больше поклонников и последователей. Лидером является город Заречный. Все школы включились в данные движения. Причем это не только позитивная занятость детей, это еще и спорт, это компетенции, это музыка, это танцы. Вот это все объединяет черлидинг. Да, название заимствованное, но вообще это поддержка. Поддержка спортивных мероприятий, социальных движений. Это фактически добровольчество. И внимание черлидингу сегодня уделяется очень большое. Это движение объединяет и детей, и родителей, и спортсменов. Оно достаточно массовое, яркое, динамичное, привлекательное. В фестивале приняли участие более 20 команд. В первый день выступали малыши-детсадовцы. Во второй на площадку вышли школьники. Участники соревновались в трех возрастных категориях. Младшая, средняя и старшая. Многие команды включали в состав не только девочек, но и мальчиков. Каждая сборная к подготовке своего выступления подошла серьезно и ответственно. Ну, вообще, мы танцуем с первого класса, вот так вот вместе все. Но именно в этом году нас позвали участвовать в черлидинге. Нам помогали девочке из 11 классов. Ангелина Митрофанова и Катя Боброва. Спасибо им большое. Мы ставили очень долго, мы усердно. Да, мы уходили с уроков вечером, долго после уроков. Очень много репетировали. Иногда у нас не получалось собраться, но в итоге все равно мы очень хорошо, мне кажется, выступили. Вот, посмотрим результат. Результат команды 222-й школы – бронзовая награда в средней возрастной категории. А золото завоевали лицеисты. В младшей возрастной группе победу одержала сборная 218-й школы. Среди самых старших участников лучшей стала команда 220-й школы. По итогам состязаний жюри дало необходимые консультации и рекомендации командам, подавшим заявку на участие в региональном фестивале по чирспорту. Он состоится в Пензе 1 декабря. А 7 декабря в Заречном пройдет областной семинар для тренеров-преподавателей, на котором зареченцы поделятся своим опытом развития чирспорта. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». О реализации проекта развития физической культуры и спорта через проведение фестиваля детских команд чирлидинга и фестиваля «Зарчирданс» сегодня мы поговорим с одним из организаторов. У нас в гостях будет методист информационно-методического центра системы образования Заречного Ольга Оброскина. Мы встретимся с ней сразу после информационного блока. Зареченскому театру юного зрителя 25 лет. 27 ноября 1993 года спектакль «Приключения Буратино в стране дураков» открыл первую страницу истории ТЮЗа. Основу профессиональной труппы театра составили воспитанники заслуженного работника культуры России Лидии Ершовой, руководителя самодеятельного народного театра, юного зрителя при ДК «Современник». За четверть века в ТЮЗе поставлено более 170 спектаклей и театрализованных представлений. В день 25-летия состоялась премьера сказки «Сны Алисы» по произведениям Льюиса Кэрролла. По окончании спектакля на торжественной церемонии сотрудникам театра вручили награды. Благодарности и почетные грамоты законодательного собрания Пензенской области, собраний представителей и главы города Заречного, Министерства культуры и туризма Пензенской области и Департамента культуры и молодежной политики Заречного. На ледовой площадке спортивно-культурного комплекса «Союз» состоялось открытое первенство города Заречного по фигурному катанию на коньках. Юные фигуристки Заречного и Пензы состязались в четырех возрастных группах. О результатах соревнований расскажет Елена Степкина. Воспитанница спортивной школы города Пензы Мария Романова первая вышла на лед в рамках открытого первенства Заречного по фигурному катанию. Девочка – одна из представительниц старшей группы участников состязаний. В том, что ей выпала возможность выйти на лед первой, есть свои плюсы, уверена фигуристка. Я думаю, что плюс, потому что если ты выступил, то потом можешь отдыхать. Мне страшно было не сделать вращение и каскад. Все получилось? В открытом первенстве города по фигурному катанию участвовали около 50 человек. Посоревноваться в мастерстве вышли спортсмены из Заречного и Пензы. Среди них ребята, которые уже выступали на различных турнирах, и те, кто впервые представляет свою программу судьям. Основная задача каждого участника – выполнить композицию без ошибок. На каждом соревновании мы ставим задачу подтверждения своих разрядов, чтобы на дальнейших соревнованиях стартовать на разряд выше. Призовых мест у нас только три. То есть, естественно, призовые места попадают у нас самые лучшие. Но у остальных детей любой старт – это праздник для нас. Ну и, конечно же, если мы защищаем разряд, то это праздник вдвойне. В открытом первенстве города участвовали 14 зареченских фигуристок. У многих уже есть спортивные разряды. На всех праздниках они у нас участвуют в открытии соревнований. И, в принципе, с каждым разом смотреть на них все, так будем говорить, интереснее. Они что-то новое показывают. Это классно. Классно видеть, когда дети год от года добавляют и растут. В городском первенстве по фигурному катанию участвовали спортсмены в возрасте от 6 до 11 лет. Соревновались в четырех группах. Отдельно показывали программы первого, второго, третьего разряда и юный фигурист. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». После выступления всех участников открытого первенства города по фигурному катанию состоялось награждение победителей. Тройки лучших определяли в четырех группах. Зареченские спортсмены завоевали три медали. Первое место у Василисы Волковой. Бронзовые награды завоевали Вероника Прокопова и Злата Рогожина. Призерам вручили дипломы, а победителям еще и кубки. Все участники первенства города по фигурному катанию получили подарки от организаторов. В настоящее время зареченец Владимир Балуков выступает на Кубке России по самбо. По результатам первого дня наш спортсмен стал серебряным призером. В финальном поединке в весовой категории 68 килограммов он уступил чемпиону мира 2017 года Егору Мгцяну из Армавира Краснодарского края. Соревнования проходят в городе Кстово Нижегородской области и завершатся 30 ноября. В этом году в турнире принимают участие около 450 спортсменов из разных уголков страны. Эти соревнования являются отборочными на Кубок мира, который пройдет в марте будущего года в Москве. Победители Кубка войдут в сборную команду страны. Зареченский пловец Александр Харланов готовится к чемпионату мира по плаванию на короткой воде. Наш спортсмен включен в официальный список участников. Документ опубликовала на своем сайте Всероссийской Федерации Пламени. Чемпионат мира состоится в Китае с 11 по 16 декабря текущего года. На старт выйдут сильнейшие спортсмены планеты. Сейчас Александр Харланов со своим тренером Сергеем Мельниковым находится на спортивных сборах в Подмосковье. После рекламы с нашим гостем, методистом информационно-методического центра системы образования Заречного Ольгой Обруськиной, мы поговорим о развитии в нашем городе Чирспорта и фестивале Зар Чирданс. А там грады показали себя во всей красе. Коммерческие диспетчеры. Кто они и зачем соревнуются? Новое решение в утилизации ядерных отходов. Смотрите в среду в 20.00. 14 декабря в 18 часов Детская школа искусств приглашает на концерт Поволжского камерного оркестра города Энгельса. Справки по телефону 60 45 93. Повтор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фондю любит тебя! Повтор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Роскомнадзор предупреждает. А самым ярким событием стал двухдневный фестиваль Зарчерданс. Обо всем этом сегодня мы подробно поговорим с нашим гостем, методистом информационно-методического центра системы образования Заречного Ольгой Оброскиной. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна, прежде давайте напомним нашим телезрителям о том, что за вид спорта – чирспорт. У всех на слуху «чирлидинг» мы часто видим на спортивных площадках красивых девушек, которые сопровождают, допустим, баскетбольные матчи. Вот «чирлидинг» и «чирспорт» – это слова-синонимы или нет? На самом деле на слуху действительно так, потому что зародился это именно с групп поддержки, которые выступали на хоккейных матчах, на баскетбольных матчах, на футбольных матчах, поддерживали зрителей, когда шел перерыв. Сейчас это вид спорта с определенными правилами, и «чирлидинг» вошел в «чирспорт» как отдельное направление этого спорта. Как давно живет в нашем городе «чирспорт»? Конкретно «чирспорт» у нас живет с 2018 года, так как само название «чирспорт» объединило все направления, и это изменение вышло с 2018 года, с января. А «чирлидинг» у нас начал развиваться с 2013 года, как уже было сказано, с групп поддержки. В 2014 году присоединились к школьным командам «Детские сады», а с 2016 года мы начали уже развитие полноценного вида спорта по его правилам. И вот насколько широк круг участников, занимающихся «чирспортом»? Сейчас у нас занимаются «чирспортом» детские сады, начиная с 5 лет и заканчивая старшеклассниками. То есть все детские сады и все школы? Да, все детские сады и все школы у нас охвачены этим видом спорта. Наверное, сложно сейчас подсчитать, да, сколько вообще человек? Нет, вот если брать наш фестиваль, который прошел, у нас приняло участие обучающихся 323 человека. Ну, теперь непосредственно о проекте и фестивале. О его программе. Что включал в себя фестиваль? Какие мероприятия в его рамках проходили? Конкретно фестиваль у нас проходил в течение двух дней. Первый день у нас выступали детские сады, команды, двойки, соло. А второй день у нас соревновались школьные команды, также были выступления двойки, выступления соло. Все прошло, как намечено было. Президентские деньги, они помогли? Да, все прошло, мое мнение, на высоком уровне. Спасибо большое, хотелось бы сказать, тренерам, руководителям команд и детских садов, и школ за такую грандиозную подготовку команд, потому что это были и пошиты новые костюмы, составлены новые программы, потому что правила у нас усовершенствуются, меняются, и со всеми нюансами наши педагоги и дети справились. Грантовские деньги нам помогли приобрести наградную продукцию для награждения победителей и призеров соревнований, а также у нас приобретено напольное покрытие, на котором проходили непосредственно два дня соревнований, и приобретено музыкальное оборудование, которое тоже помогло нам провести данное мероприятие. О семинарах и мастер-классах, вот поподробнее хотелось бы узнать, для кого они проводились, кто был участниками этих семинаров, кто был как бы педагогами, преподавателями. У нас прошло на данный момент до фестиваля два семинара и мастер-класса. Первый семинар у нас был городского уровня, проводили у нас тренеры, сертифицированные тренеры, которые у нас прошли обучение и получили документ, и судейские категории имеют. Это строитель Евгения Александровна, Бякова Ольга Васильевна и Абруськина Ольга Викторовна. А второй семинар у нас уже проходил с приглашенным гостем из Москвы. Это был вице-президент Федерации Союза чирспорта и чирлидинга России Юлия Леонидовна Саутина. Вот этот семинар, который проводил приглашенный гость, был больше направлен на практическую часть. У нас приняли в практической части обучающихся школьных команд. Я думаю, вынесли из этого семинара очень большой опыт, потому что был построен семинар в плане тренировки. То есть были объяснены детям все нюансы, все подготовительные упражнения к элементам. И составлена небольшая часть программы. То есть детям показали, как нужно составлять программу, на что делать акцент. И, естественно, педагоги это тоже все видели и смотрели. Ольга Викторовна, на Ваш взгляд, фестиваль «За Арчур Данс» получился ярким? Да, фестиваль получился ярким. Хочу еще раз сказать большое спасибо педагогам за то, что выполнили требования правил чирспорта, потому что это достаточно сложно. Это определенные помпоны, это определенные костюмы, которые должны быть четко по правилам. И большое спасибо им за это. У Вас есть какая-то информация, кто же сшил костюмы? Каждый договаривался с своей партнерой. А, вот так вот. То есть каждый участник команды или команда в целом? Нет, команда в целом, руководители команд. Большую поддержку, конечно, оказывало руководство образовательной организации. Родители приняли огромное участие в пошиве костюмов. А на высоком уровне утверждались эскизы или нет? Или это все было отдано на откуп команд? Я думаю, здесь эскизы подсказывали еще портнихи, которые сшили. Потому что портнихи уже не первый раз берутся за костюмы именно чирспорта, именно в дисциплине фристайл, в которой работаем мы. Потому что нюансы по костюму в каждой дисциплине разные. Вот о программе этого фестиваля. Два дня с утра до вечера или в какие-то определенные часы. Какие дисциплины были представлены на фестивале? Фестиваль у нас проходил с 10 до 12 дня примерно время. Дисциплины у нас, основная дисциплина была, это чирфристайл группа. И можно было выступать в чирфристайл двойке, чирфристайл соло. То есть направление взяли танцевальное. Если до этого у нас была дисциплина чир два года назад, сейчас мы перешли в более танцевальную дисциплину, чирфристайл. А судьи кто? Вот несколько слов о жюри. Судьи, еще раз скажу, девочки, которые проводили семинар, это судьи с категориями, обученные судьи. Эти же судьи у нас принимали судейство в нашем фестивале. Это наши специалисты нашего города, за что мы гордимся и благодарны, что поддержали эту идею обучения именно судейского обучения и пошли дальше. Сколько было победителей? Можно ли в рамках нашей программы озвучить всех? Или это достаточно большое количество? Победитель был в каждой номинации, не номинации даже, а в каждой возрастной группе. Детские сады у нас были все победители. А вот школы уже соревновались за титул победителем. Ольга Викторовна, любые соревнования, они предполагают участие почетных гостей. Вот в нашем случае кто был приглашен? Да, у нас тоже были почетные гости. У нас присутствовал министр образования Пенецкой области Александр Геннадьевич Воронков. Также министерство образования еще представляла одинокова Ирина Александровна, специалист по воспитанию и дополнительному образованию детей. Ну, я надеюсь, они не были так называемыми свадебными генералами. Они какое-то активное участие принимали в этом фестивале? Конечно, когда был парад открытия, было слово предоставлено Александру Геннадьевичу. И что очень было приятно слышать, что город Заречный является лидирующим городом в Пенецкой области по развитию направления чирспорта. Большое спасибо, хотелось бы сказать, за поддержку развития чирспорта начальнику департамента образования Анникины Елены Васильевны и команде, так можно сказать смело. Это информационно-методический центр системы образования города Заречную. Без поддержки этих людей, можно сказать, ничего бы не было. Несколько слов о программе на будущее. О ближайших каких-то планах и перспективе. Самый ближайший план, это у нас 1 декабря состоится Кубок области, фестиваль Бэби среди детских садов и межрегиональное соревнование среди начинающих школьных, можно так сказать, команд. Дальше у нас пройдет 7 декабря семинар областной с приглашением педагогов Пинзенской области образовательных организаций, на что у нас поступили уже заявки. Порядка 45 человек мы ждем в гости. Поэтому вот пока ближайший план такие. Ольга Викторовна, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам и в вашем лице всем любителям чирспорта дальнейших побед. Спасибо. Напоминаю, у нас в гостях была Ольга Оброскина, методист информационно-методического центра системы образования Заречного. Мы говорили о развитии чирспорта в нашем городе. Любите спорт, занимайтесь физкультурой и следите за новостями на канале Заречный. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...